Приветствую вас, друзья. Мы находимся на улице Зелинского. Здесь еженочно происходит невероятное. Это целую ночь гамы, крики, пьянство, маты. Это ужас, что творится. Объясняю, нам в группу StopHum Молдова часто пишут о том, что здесь, на этой локации, ночью происходит невероятное. Орут, дерутся, испражняются, где попало. Уж извините за подробности. Люди пишут о том, что невозможно жить в этом районе. Дети не спят всю ночь из-за того, что здесь происходит такое. Мы решили убедиться в этом лично и приехали сюда ночь. Сотрудники охранных агентств говорят, что их вызывают сюда каждую ночь. Разумеется, мы попытались понять, почему именно здесь так происходит. Может быть, все потому, что здесь два круглосуточных магазина, если быть точнее, один магазин и будка. Осталось выяснить, продают ли они алкоголь после 22-х. Напоминаю, в нашей стране законом запрещена продажа алкоголя после 22-х. Вперед! Здравствуйте. Очекушку дари мне, пожалуйста. Такую? Спекушер. Нету желания, честно говоря. Я извиняюсь очень сильно. А человек не дадите мне отчитаться надо за нее? Нет? Спасибо. Вот так вот слегка и просто можно купить бутылочку водочки. Пол двенадцатого ночи. Попытка купить алкоголь ночью, дубль два. Погнали. А покрепче могу взять? Водку нет. Маленькую? Нет, потому что до 10. Там тебе не разрешили. Там не разрешили? Нет, когда взять водку? Маленькую чекушку не могу взять. Даже так по секрету? Никак. Спасибо. До свидания. Категорическое нет. Это хорошо. Что и требовалось доказать. Магазин не продает водку. А вот эта будка злосчастная из 90-х продает водку круглосуточно. Добрый вечер. А чего вы продаете после 11 водку? А чего вы продаете после 11 водку? Я? Вы, вы. Я здесь стою давно. А почему вы везете? Девушка, можно посмотреть авторизацию вашу? Какая у вас деятельность? Девушка. Что? Можете посмотреть сюда. Как вас зовут? Покажите бейджик. Вы можете показать авторизацию вашу? Нет, я не могу вам ничего показать. Почему? Авторизация это открытая информация. Она должна висеть у вас. Что мы можем сделать? Сразу же вызываем участкового, чтобы на месте разобраться. Потому что девушка никак не идет на контакт. 1-1-2 номер ряд. Бунасяра, Манумецко, Александру, координатор общественного движения СтопХам. Напротив находится будка, которая постоянно продает алкоголь. Вот люди, которые живут здесь поблизости, очень часто высылают нам сообщения по этому поводу. Мы сегодня пришли и убедились в этом. Реально здесь продают алкоголь? Мы попросили у женщины авторизацию посмотреть. Может быть, у нее есть право продавать алкоголь? Машину сюда отправили. А ну, подожди, подожди. Можно еще раз? Как она не должна показывать? Авторизация это открытая информация. Любой человек может попросить... Сколько? 31. Ох, как жалко, что я не записал. Как вы грубо мне ответили по поводу того, что она не обязана... Я не грубо ответила. Я просто ответила... Что ответили? Что она не обязана показывать авторизацию? Эта авторизация должна висеть вообще на видном месте. Может быть, вы должны обратиться в протекцию консуматорной? Нет, нет, нет. Полицейский экипаж, чтобы зафиксировать этот факт. У нас экстренная служба. Если ваша жизнь не в опасности, а ваша жизнь не в опасности. В опасности здесь соседи не могут в течение трех лет нормально жить. В опасности. Вы пойдите в полицейский участок и там... Звонили в полицейский участок. Звонили. Никто нам не ответил. Девушка, у меня сейчас проблема. У меня здесь нарушение закона. Я хочу увидеть авторизацию. Вы должны, да, пойти в полицейский участок и там написать жалобу. Потому что я вам еще раз объясняю. У нас экстренная служба. Экипаж сюда, полиция, пришлите сюда. Жизнь в опасности, да. Потому что если вы не приедете, значит, я потребую и буду требовать другими способами у этой женщины авторизацию. Девушка, вы же полиция, вы должны быть посредником. Я не могу ее взять за волосы и треб... У нас экстренная служба. Вы не приедете, да, нам помочь? Мы сожгем эту... Сожгем эту будку, вы понимаете? Потому что мы не можем жить здесь. Если вы агрессивный, то полиция приедет и вас заберет. Да, давайте, приезжайте и нас заберите. Да, я агрессивный. Да. Скажите, ваше имя? Чулак Александр. Ваше отчество? Павел. Что вас не устраивает? Вы хотите продавщицу там... Не хотите продавщицу. Мы хотим, чтобы продавщица нам предоставила авторизацию. Авторизация – это открытая информация, которую она должна предоставить любому клиенту. Любому. Авторизация должна висеть на открытом месте. Мужчина? Да. Я еще раз вам объясняю. У нас экстренная служба. Если наша жизнь в опасности, то полиция обязательно приедет к вам. Но если вы хотите, чтобы вам показали какие-то документы, идите в полицейский участок и там напишите жалобу. Полицейский участок. Вы понимаете, что здесь в течение долгих лет творится беспредел? У меня так создается впечатление, что вы прикрываете этот киоск. Вы говорите, что у них есть авторизация. Как может быть авторизация на продажу алкоголя у двух метров квадратных? Я не представляю. Если вас что-то не устраивает, я еще раз вам объясняю. Вы должны пойти в полицейский участок и там написать жалобу. Ходили. Женщина, вы понимаете? Мы ходили и в полицейский участок, писали заявление. Не только в полицейский участок. И в консуматору, и в протекция консуматору, и в примарию, и в притуру. Не помогает. Мы сейчас, я представляю общественное движение СтопХам, мы снимаем видеоматериал по этой теме. Поэтому, очень прошу вас, пригласите... Вы снимаете видеоматериал и заодно угрожаете мне, что вы зажмете вот этот киоск, да? Я делаю это для того, чтобы вы все-таки пошли нам на встречу и пригласили сюда представителя закона. Чтобы мы не делали глупости. Чтобы мы не делали глупости. Спасибо большое. Ждите полицию. Как тяжело, слушай. Мы только что сняли, как вы на машине приехали. Вы сейчас трезвый? Я нет. Не трезвый? О, вот это интересно. Молодец, мужик. За рулем, правда? И что, а что, нельзя у нас спить? Это же молдава, мы же в менток не верим. Миллион, старый звук неогладинок. Да. Вы сделали вызов? Да, лично я. А это что такое? Камера. Это камера. Только не надо запрещать снимать, потому что мы имеем право снимать. А для чего вы это делаете? Мы делаем фильм о том, как работает полиция, как работают органы по поводу данной проблемы. Здесь люди не могут нормально жить из-за того, что постоянно шум гам. Я два вечера провел здесь, две ночи, и видел, здесь в этой будке продают алкоголь постоянно. После десяти запрет на продажу алкоголя. Поэтому мы сегодня пришли, еще раз попытались купить. Да, нам продали. И мы хотели посмотреть, какой вид деятельности у этого предприятия. Авторизация – это открытая информация. Ну, она должна висеть на открытом месте. Поговорили с данной, попросили показать авторизацию, посмотреть вид деятельности, может, действительно им можно продавать. Она отказалась на отрез. Мы еще раз попросили. Второй, третий. Она не захотела. Поэтому мы решили позвонить вам, чтобы вы объяснили человеку, что авторизация – это открытая информация. Вы обращались в органы полиции? Мы обратились в органы полиции. С этим вопросом? С каким? К чековому инспектору обращались с этим вопросом? Звонили, никто не поднял трубку. Когда вы звонили? Сразу по стопу купили. После того, как купили. Сейчас сколько времени? Так, вы что, не хотите нам помочь? Вопрос. Вы можете попросить ее показать? Вы не ответили на мой вопрос. Да, сейчас. Я вас выслушал. Сдаю вам вопрос. Вы обращались к участковому инспектору, который обслуживает этот район? Да. Да, мы обращались, и не только мы обращались, обращались все жители, и в протекцию потребителей, и в примарию, и участковому неоднократно. Много раз обращались, здесь это не прекращается. Очень прошу, не показывай мое лицо. У меня здесь дети гуляют, и от этих уродов можно ожидать всего чего угодно. В течение нескольких лет, каждую ночь, здесь происходят пьянки. Каждую ночь мы вызываем полицию, участкового, реакции ноль. Писали во всей инстанции, в департамент полиции, в Фискал, в Агенте Национала Пентерсона Тать. Я хочу, чтобы все понимали, что мы делаем все юридически грамотно. У нас в подъезде живет адвокат, который помог нам это написать, оформить это правильно и разослать. Посмотрите, собирали подписи, всем двором подписывали. Как вы думаете, почему так происходит? Почему реакции ноль? Мы подходили к хозяину этой будки, просили не продавать алкоголь хотя бы ночью. Но он сказал, что у него крыша в МВД, и ему ничего не будет. Для меня странно признаюсь, как в нашей стремящейся в Европу стране до сих пор существуют такие будки. Здесь бардак нереальный. Шум, гам постоянно. Вот чтобы вы понимали, здесь вонь нереальная. Вот те все, которые бухают там, они сюда приходят и спражняются. Для меня непонятно, почему полиция, участковые закрывают глаза на этот беспредел. Ведь жители пишут постоянно коллективные жалобы. И эти жалобы остаются без внимания. И сколько писали, жаловали. Никаких мер не принимаются, понимаете? Значит так, мы зафиксируем все это ваше дело. Рапортно пишем, зарегистрировали материал. И материалы будут участковые спектры. Будут рассматривать этот вопрос. Да, я понял. У меня вопрос к вам. Он с вами созвонится или вы подойдете в участок? Сегодня мы можем увидеть авторизацию, которая должна быть на видном месте? Значит, мы не имеем таких полномочий проявлять в это время авторизацию. Для этого есть другие компетенции. Мы не проверяем у них авторизацию. Для этого есть экономическая полиция, есть участковые спектры, которые они имеют согласно графику. Когда они проверяют, что они там делают, они этим занимаются. Мы этим не занимаемся. Мы зарегистрируем материал. И с этим нарушением все равно завтра будут разбираться. Сегодня никто с ним разбираться не будет. Пожалуйста, покажите, где вы зарегистрировали. Потому что завтра может оказаться, что никто не приезжал и никакой информации не было зарегистрировано. Мы не первый день в деятельности. Хотелось бы, чтобы мы на одной стороне были и не было даже напряженности у нас. Специальная информация, 9.02, вы уже позвонили. Уже ваш вызов зарегистрировал. Но мы знаем, как это проходит. Он уже зарегистрировал. Мы пригласили вас, чтобы... Это не то, что вы хотите. Я вас понимаю, что вы хотите немножко по-другому это все делать. Нет, мы хотим просто увидеть... Как? Как я вам только что объяснил. Ничего не делать. Два раза. Да, и здесь будет продаваться постоянно. А если третий раз, Александр, мы материал зарегистрируем. А как вы можете зарегистрировать? Вы даже документы не посмотрели. Какие документы? Ну, авторизацию. Вот эта передача документов, данных по телефону, это не дело. Человек отказывается. Вы это зафиксируете. Сделайте протокол. Сделайте протокол, я не знаю. Я зафиксирую. Давайте напишем заявление. Я знаю свои обязанности. Нет, давайте напишем заявление по поводу этой точки. Завтра вас вызовут, пусковому инспектору. Там напишите заявление, напишите объяснительное. Предоставите ваш видеоматериал. И будут с этим разбираться. Все. Итак, друзья, мне сегодня утром позвонил участковый и попросил заехать, написать заявление объяснительное. В общем, друзья, написал я заявление. Написал объяснительное, написал заявление. Дома Марьяна участковой запретила, ну, попросила не снимать. Сказала, что обязательно будут работать в этом направлении и будут держать нас в курсе. Ждем. Привет, друзья. Прошла неделя с того момента, как я написал заявление в участок. Участковый сказал, что будет нас держать в курсе, но ни одного звонка не последовало. Сейчас, уже через неделю, мы приехали поговорить с продавщицей. Хотим все-таки увидеть, есть ли авторизация. Здрасте. А вы можете показать авторизацию вашу? Авторизацию на деятельность. А что вы хотели? Мы хотели узнать, какая у вас деятельность. Разрешает ли вам закон продавать спиртные напитки? Обязательно, авторизация у нас проверяет налоговую. Нет, авторизация это такой документ. Снимите камеру, пожалуйста. Не надо. Женщина. Все. Я не хочу с вами говорить. Все. Женщина. Женщина. Я сказала, я не хочу с вами говорить. У вас нет авторизации. Это не налоговая женщина. Дело в том, что авторизация это открытая информация. Она должна висеть в открытом месте. Хорошо. Идите там, где висит. Для вас не надо мне... Что? Ожидаемая была картина для нас, что ничего не поменялось. Отношение к людям, которые просят что-нибудь, кроме водки. Вот такое вот. Поэтому идем прямиком, идем в полицейские участки, спросим, как у них обстоят дела, чего они добились за неделю, какие вопросы они решили по поводу этой будки. Я не знаю, почему и в прошлый раз, и в этот раз продавщица говорит, что авторизацию должны проверять налоговые или какие-то специальные службы. Нет, друзья, еще раз говорю, авторизация это открытая информация. Я, наверное, в этом видео раз 20, наверное, повторил это выражение. Объясняю. Авторизация это официальный документ, который дает право на деятельность, на работу любой фирме. И эта авторизация должна висеть в открытом месте. Вот сейчас давай зайдем в этот магазин, и я покажу, как это все должно выглядеть. Оно должно стоять на открытом месте, и человек, любой человек, который хочет узнать, какой вид деятельности у этого предприятия, может посмотреть любой клиент. Вот, друзья, мы зашли в фэмили маркет. Пожалуйста, панно информатив. И в каждой, в каждой торговой точке должно быть такое панно. Такое панно информативное. Вот, авторизация, алмер коммер, название фирмы, вид деятельности, коммерчелезаря продусил аэлементария и книга жалоб, пожалуйста. Пойдем спросим ту тетку, есть у нее хотя бы книга жалоб? Вот реально. Спасибо, извините. Книгу жалоб нам дайте, пожалуйста. Да мало ли чего вы хотите. Оставьте меня в покое, я сказала. Женщина, ну хотя бы книга жалоб есть у вас? Оставьте меня в покое. Женщина, дайте книгу жалоб, пожалуйста. Есть у меня книги жалоб. Нет у вас книги жалоб, я понял. Нет книги жалоб. Ни авторизации, ни книги жалоб. А сейчас мы идем в участок. Очень хочется услышать от участкового, на каком этапе они. На зево. На зево. Патрик. Хотели бы интересоваться, какая ситуация с той проблемой? Угу. Это все, что можно сделать по этому случаю? Можете прокомментировать? Там ходят такие слухи, что эта точка работает благодаря тому, что полиция прикрывает. Учитывайте, все стима и респект. Я так понимаю, но мы не хотим делать больше. И если вы думаете, что это не грешно, мы не думаем, что мы не будем, что мы не думаем, что мы не думаем, что мы не думаем, что мы не думаем. Но мы не думаем, что мы не думаем, что мы не думаем, что мы не думаем, что мы не думаем. Варивидели. Варивидели. Рассчитываем на то, что все-таки это возымеет какой-то смысл. Не верю я, что эта проблема исчерпается. Знаете, что больше всего смущает? Смущает то, что полиция в некоторых случаях бывает очень активная, даже чересчур активная. Легитимация, ворота. Легитимация, ворота. Легитимация. А в некоторых случаях такая флегматичная. Думаю, всем понятно, что данная коммерческая деятельность нелегальна и прикрывается полицией. Но не может такое происходить в течение долгих лет, чтобы полиция не знала об этом. У нас у общественников, к сожалению, нет других рычагов воздействия, кроме как распространения информации о проблеме. В связи с этим, друзья, очень прошу вас сделать репост этому видео, для того, чтобы оно дошло до Жиздана, до министра внутренних дел. Поверьте, от вашего репоста зависит решение данной проблемы. Очень хочется, чтобы администрация Министерства внутренних дел увидела, как их сотрудники, как их подчиненные дискредитируют все их проевропейские реформы. Мне похуй это все. Если я менту, блин, на ноги, су, бля. А ты думаешь, я тебе, бля, вот это не носу на эту камеру? Но неужели вот эта вот долбанная будка стоит того? Дом Нужездан, очень прошу вас, возьмите эту проблему под личный контроль. Поверьте, люди, которые здесь живут, в этих дворах, в этих домах, будут вам очень и очень признательны. Все, друзья, спасибо за внимание. Очень надеюсь на то, что это видео срезонирует. И, наконец-то, на улице Зелинского наступит праздник. Всего доброго.